Да, это зальется бетоном, но сейчас это смотрится красиво. Продолжаю заниматься котельной. Привез сюда и бойлер, и котел, и коллекторы. И начинаю уже как-то компоновать. По-разному пытался расставлять. Сначала котел сюда поставил, бойлер сюда, потом котел разворачивал, бойлер ставил сюда. И во всяких разных вариациях я сюда вот так вот тыркал, мыкал. В итоге пришел вот к такому виду. Коллектор отопления на 8 выводов и коллектор теплого пола на 12 выводов. Выбрал коллекторную систему именно потому, что она более простая, универсальная, и здесь накосячить новичку такому как я будет практически невозможно. Сейчас занимаюсь тем, что я устанавливаю радиаторы отопления. Рекомендованная установка радиаторов от пола где-то 5-10 сантиметров. Делать меньше будет неудобно мыть, делать выше тогда возможно там холодные зоны и будет просто хуже конвекции. Максимально можно поднимать где-то до 15 сантиметров. У меня кстати до 15 сантиметров и получается. Получилось у меня случайно. Я сначала взял, выставил радиатор так, как я хочу его видеть, потом замерил 15. О, все, огонь. Все, получается хорошо, как я и думал. Подключение радиаторов у меня будет по диагонали, потому что тогда его кпд будет гораздо выше. Вешается радиатор один из сцеротипа вот на такие универсальные кронштейны. Если установить его вот таким образом, то радиатор будет висеть на стене на расстоянии 6 сантиметров. Если вот таким образом, то 4 сантиметра. Для крепления кронштейна буду использовать вот такие вот нейлоновые дюбеля. Для газобетона это по диаметр 8 миллиметров. Соответственно шпилька будет установлена шестая, глухая. Дальше беру шуруповерт и шуруповертом делаю, соответственно, отверстие. Вот. И получается ровненько и ничего не выпячивается. Нижняя служит для опора радиатора. А верхним потом он просто будет фиксироваться в таком положении. И чтобы радиатор просто нельзя было там сдернуть условно. Следующий радиатор я устанавливаю 22 типа. У него кронштейны другие. Кронштейн выглядит вот так. Это универсальный кронштейн. Здесь получается радиатор ложится нижней частью на эту ложбиночку на пластиковую. А верхняя часть она подпружинена и она одевается на вот эту решетку, чтобы радиатор не сдергивался с кронштейна. Потом я вот так вот этот выставлю кронштейн. По вертикальной линии тоже лазером отобью и готово. Все. Здесь все гораздо проще, чем в первом случае. Если в одной комнате установлено несколько радиаторов, я считаю нужным и важным вежать их в один уровень, чтобы это визуально смотрелось гармонично. Пока я не определился, где будет висеть коллектор, мне необходимо делать то, что я могу делать. А я могу заниматься штробами. Трубы у меня будут ушитого полиэтилена. Проходить они будут прямо в толще и ППС и выходить непосредственно в стену. Если нет сабельной пины, для этих целей также может подойти вполне себе и лобзик, если на него установить соответствующее полотно. Чтобы полотно сильно не било в газобетон, нужно смотреть на хвостик вот этот. Если он туповатый, то нужно болгарочкой чуть-чуть его сделать острее. На длинных радиаторах, 1,6 метра я считаю довольно длинный. Подача и обратка должны располагаться по разным концам радиатора. И подача всегда располагается сверху, а обратка всегда располагается снизу. Делать разметку для штробы я буду с использованием обычного пузырькового уровня. Выставляю примерно по центру крана и делаю разметку с одного края и с другого края. Так как уровень не широкий, я буду пилить буквально на пол сантиметра на сантиметр, чуть-чуть шире метки. Также я не забываю отметить еще и вверх штробы, потому что когда я сниму радиатор, я не вспомню на каком уровне у меня располагался кран. А чтобы пилка нормально в стену заходила, необходимо сначала сделать дырочку. Я это делаю просто шуруповертом. Вот так вот сюда. Вот и все. Теперь пилка нормально сюда зайдет. Ну и перфоратером. Радиаторы, у которых нижнее подключение, здесь та же самая история. Здесь уже без уровня. Так, здесь низко идет. Вот и соответственно не забываю про высоту. Три сантиметра выше. Вот здесь и вот здесь. После четвертого радиатора пилка стала плохо пилить. И думаю, странно, почему? Че за фигня? А вот что за фигня? Она просто сточилась в ноль. Стала гладкая и гладкая. Радиаторы во всем доме я повесил. Труба у меня уже давным-давно куплена и ждет своего часа. И казалось бы, нужно взять радиатор и тянуть к коллектору. Но здесь есть один нюанс. Мне необходимо было поставить котел. Котел поставил. Газовик посмотрел, чтобы все необходимые расстояния соблюдались. Все, вот здесь он будет у меня стоять. От котла я поставил уже смесительный узел и коллектор к нему прикрутил. Соответственно, здесь должен у меня устанавливаться насос вилла на 130 мм межосевое расстояние. Этот насос очень дорого стоит, поэтому я его не покупал. А по распродаже еще год назад я купил вот таких вот три насоса Grimmsos. По мне так они даже еще лучше. Но у них межосевое расстояние 180 мм, то есть между гайкой и гайкой. И получается так, что он сюда просто так не встает. Соответственно, мне необходимо вот эту вот канитель взять, я уже отметил, пополам разрезать. И просто раздвинуть между собой подачу и обратку. И после того, как я вот это сделаю, я хочу, чтобы у меня два коллектора смотрелись симметрично. Я также разрежу пополам тот коллектор и к нему уже потом буду тянуть трубы. И мне очень нравится, как все это дело выглядит. Трубы от радиаторов отопления будут идти как по коридору, так и через стену проходки будут. Я пробурил и снизу буду выходить и подключаться. Я взял вот такую пазовую галтельную фрезу. Она на 16 мм, глубина у нее 20 мм. И, кстати, я думаю, можно вести просто по нарисованной линии. А чтобы было ровнее, я взял провило. У меня здесь было просверлено две дырочки. И я просто так гвоздь туда вставил, чтобы оно меньше у меня унижало. Фрезером вжух, просто за одну секунду делается эта штраба. Труба туда чуть ли сама не укладывается. И так как верхняя часть штрабы, она уже, чем сама труба, то получается так, что здесь вот как замок. То есть труба, она внутри и никуда не вылетает. И сверху потихонечку пропениваю. Это тоже, кстати, делается прям реально очень-очень-очень быстро. И вроде как все хорошо в этом способе. Быстро, круто. Но сделал я это кусочек маленький, сугубо из интереса. Попробовать хотел 16-ю фрезу. Что я делать буду дальше? Я на фрезер поставил фрезу уже большего диаметра. Буду проходиться ей. И уже следующий способ, да, второй, у меня будет с помощью, ну, как классический, обычного, вот этого утеплителя Флекса. Второй способ ничем глобально не отличается от первого, кроме, ну, соответственно, диаметра фрезы и то, что на трубу сразу одевается утеплитель. Получается точно такая же вот борозда. Вот. И труба с утеплителем сюда прекрасно остановится. Что касается вот этого узла, то у меня подача справа, обратка слева. И я хочу запитать вместе два радиатора. То есть труба будет сюда, теплоноситель проходить, потом идти на ту и возвращаться уже обратно в коллектор. И там, где мне трубой под трубу нужно подныривать, я использую опять-таки шуруповерт. Вот. И чуть-чуть поменьше, но тоже фрезу. И она беспроблемно вот так вот откусывает, что надо. Да, буквально за секунду. Этой же фрезой, если мне надо, я ее подчищаю даже газоблок. Ее как бы, ну, надолго все равно хватит. Что касается скорости, то это очень-очень-очень быстро. Смотрите. Сейчас одной рукой вам даже покажу, чтобы вы поняли суть правила. Провила также на гвоздях. Щелк за секунду. И поехали. Если делать это двумя руками, то это вообще просто мухой. Раз и готово. Потом беру пылесос и со штробы все убираю. Все лишнее, что здесь не должно находиться. Кстати, столкнулся с такой проблемой. Мне трудно одевать в этот флекс утеплитель трубу. Труба хоть и 16 диаметра, а внутренняя часть утеплителя 18, но все равно. Пробовал смазывать жидким мылом, водой, прогонять всю трубу, то есть, но все равно легче становится. Но на длинных участках все равно тяжеловато. И сейчас пришла идея, не знаю, может быть это баловство, ну а вдруг. Хочу сразу вам ее показать, эту идею. Принвез маленький компрессор. На хомут, на стяжку, на обычную этот флекс одел, затянул. И сейчас хочу просто подавать давление воздуха, потому что, когда этот край начинает зажимать, труба расширяется. И мне кажется, труба должна чисто теоретически пропихиваться легче. Продолжение следует... Элементарно! Я когда зажимаю трубу, видите, она надувается. И труба легко заскакивает туда. Вот теперь шутки, а эта штука работает. Позже попробую еще на более длинных отрезках. Подключать радиаторы с нижней подводкой, естественно, не так удобно, как там с боковой. Особенно, когда она находится сверху радиатора. Но ничего, с этим я тоже справлюсь. Что я делаю? Я отодвигаю немножко утеплитель. С запасом ставлю вот этот уголок, чтобы у меня трубка торчала больше, чем мне нужно. Я потом ее чуть-чуть подрежу. Потом я беру, где они у меня есть, вот такие крокодили. И на уголке под 90 градусов я чуть-чуть вот так вот поджимаю этот самый уголок. Вот, и утеплитель гораздо лучше залазит на этот уголок. Все, теперь выставляю трубу на середину вентиля. Вентиль при этом у меня закручен. То есть он по высоте двигаться уже никак не будет. Беру фумастер, еще раз выставляю все. Проверяю, потому что шанса здесь ошибиться нет. Сейчас я делаю отметочку. Вот она. Для того, чтобы трубу откусить и не повредить, не надо просто ее вот так вот зажимать, потому что она погнется. Нужно чуть-чуть, как только она начнет до трубы дотрагиваться, нужно немножко вот так вот проворачивать. Тогда труба прорезается, вот так аккуратненько камера отвернулась, извините. Тогда труба вот так вот проворачивается и срез получается ровный. Труба никак не деформируется. Все, дальше я что делаю? Дальше я надеваю соответственную гайку, разрезное кольцо и надеваю евроконус. Евроконус под эту трубу со стенкой 2,2 мм. Все, и остается трубу подключить к вентилю. О, попал, да? Все, гайка накручена. Трубу поджимаю к стенке, чтобы она имела возможность немного влево-вправо у меня ходить. И укладываю ее в заранее сделанную вот эту вот штрабу. И второй способ естественно по внешнему виду просто ни в какое сравнение с первым не идет. Все просто красивенько, аккуратненько и, что самое главное, наглядно. Видно где подача и видно где обратка. Сделал первую комнату и сразу хочу подвести в итоге. Что мне понравилось? Мне понравилось работать фрезером и делать штробы фрезой. Это крайне быстро, крайне просто и крайне эффективно. Также мне понравились два моих лайфхака. Первое это с правилами гвоздями, быстрое крепление. Это для тех людей, кому нужны прямолинейные линии. Если вам не нужно, как мне, делать все по линейке, можно делать фрезером также на глазок. Получится чуть-чуть кривовато, но хуже от этого система работать не будет. Ну и второй лайфхак, который я показывал, это с компрессором. Пропихивать флекс на трубу теперь не составляет вообще никакого труда. Что мне не понравилось? Мне не понравилось распределение моей работы. Я делал все поэтапно, все сразу. Делал штробу, шел за пылесосом, пылесосил. После пылесоса я делал флекс, потом укладывал, тут же подключал. И получается на это уходит гораздо больше времени. Следующие все комнаты я буду делать по-другому. Сделаю все штробы от каждого радиатора, пылесосить не буду. Как только будут все штробы готовы, я возьму пылесос и разом все уберу. Потом возьму трубу и буду натягивать флекс и протягивать уже по одной трубе. Потом уже я буду их подключать. Прошло где-то около часа, а я уже сделал штробы практически во всем доме. Смотрите, какая красота получается. Делал крайнюю по правилу. Остальные я специально для вас, думаю, мало ли может быть такой промежуточный вариант, сделаю уже не по правилу, а по борозде. И в принципе более-менее нормально получается. Есть какие-то небольшие огрехи, но в целом это смотрится очень-очень прилично. И смотрите, какой объем за этот час я успел сделать. Здесь я подводочку сделал, остается мне просто тут нашинковать пол и, собственно, и все. Здесь у меня идет 4 канавки, да, 4 борозды, 2 на один радиатор и 2 на другой. Ой, мне прям очень нравится, как это все выглядит. Прям такая какая-то, как микросхема такая. А когда еще ляжет утеплитель разных цветов, будет прям вообще все в новых красках заиграет. Так, как я и говорил, получается гораздо продуктивнее. Сейчас я возьму пылесосик, все это пропылесошу и все. И я на лишние какие-то манипуляции не отвлекаюсь. Так гораздо быстрее. Кстати, я частенько делаю фотографии своей работы и делаю небольшие постики с заметками в Telegram канале и на Яндекс Дзен канале. И люди в онлайн режиме могут задавать мне вопросы и в это видео уже получать на них ответы. Так что, если вы еще не подписаны на эти каналы, то ссылочки вы найдете в описании. Чаще всего люди в вопросах спрашивают, чем я пользуюсь. Какая у меня труба, какой у меня утеплитель, какие у меня обжимные фитинги, крайники, фиксатор поворота. И давайте сейчас я вам быстренько все это покажу. Какой утеплитель, в принципе, разницы нет никакой. Он плюс-минус весь одинаковый. Это у меня какая-то одна фирма, просто купленная в ближайшем магазине. Вот эта фирма в данном случае Valtech, но параметры у них характеристики одинаковые. Так как у меня труба имеет внешний диаметр 16 мм, в трубу необходимо утеплитель брать большего диаметра. В данном случае это 18 мм, толщина стенки 4 мм. Сатор поворота трубы 90 градусов. Это фирма TIM, я вам уже показывал. Вот таким образом, в принципе, ничего особенного. Что касается по кранам. Краны я брал вентели. Вентели я брал фирмы вот такая вот, Elsen. Артикул тоже вы видите. Он идет под евроконус. Что касается самих фитингов, то это фитинги фирмы Stout. Есть они двух типов. Под толщину стенки 2,2 мм и под толщину стенки 2 мм. 2 мм у меня будет мотаться теплый пол. 2,2 мм у меня система радиаторного отопления. Радиаторы Buderus 11 типа стальной панельный и Federico Bugatti 22 типа стальные панельные. Трубы у меня из шитого полиэтилена. Единственное что, обратите внимание, почитайте внимательно про тип шивки. У меня шивка PEX-A с нижним слоем Evoch. Evoch это защита от кислорода. Трубы здесь разные фирмы. Это, по-моему, Pro Aqua, это RTP. Но характеристики у них абсолютно одинаковые. И отличаются они только красителем, которые в эту трубу были добавлены. И все. Также задавали вопросы по поводу размеров фрезы. Смотрите, это фреза 24 на 25. Старая фреза. Я ей еще делал все штробы перворяда. Я вообще все-все-все-все-все штробы делал именно ей. И она до сих пор, как вы видите, живая и вполне себе нормально чувствует. А еще самые наблюдательные заметили у меня новую шруповерку. Тоже попросили о нем рассказать. Вот. Ну, он относительно новый. Ему уже 2 месяца. Но за эти 2 месяца, уж поверьте, он пережил у меня уже и огонь. Воду и медные трубы. Шуповерт компактный, но при этом довольно мощный. У него установлен бесколлекторный, то есть бесщеточный двигатель. Что, помимо компактности, дает ему уже на 30% большую производителя по сравнению с его щеточными аналогами. В комплекте у него есть 2 аккумулятора по 1,5 Ач. 18-вольтовые. И из прикольного на каждом из аккумуляторов установлен такой индикатор заряда. Также есть зарядное устройство. Он один аккумулятор. Пока одним работаете, второй заряжается. Потом меняете. Работа может продолжаться практически нон-стоп. Инструкция. И вот такой вот небольшой набор. Здесь лежат биты и сверла. Редуктор у него на 2 скорости от 500 до 2000 оборотов. И, просто вдумайтесь, 65 Нм крутящего момента. Это в среднем в 2 раза больше, чем у среднестатистического шуруповерта. Ну, из приятного это скоба, подсветка рабочей области и одномуфтовый патрон, который позволяет менять оснастку одной рукой. Откуда начинать тянуть трубу? От радиатора к коллектору или от коллектора к радиатору? По большому счету нет никакой разницы. Тяните как вам удобно. В моем случае я тяну от коллектора к радиатору, потому что у меня проходка под стеной. И оттуда мне начинать просто технически проще. Трубы к коллектору я сразу не подключаю для ускорения времени. Сначала я прокину все трубы, потом сяду и разом все их подключу. Единственное, что здесь нужно учитывать, это делать небольшие запасики в 5-7 см, чтобы потом, если вдруг что-то короткое окажется, чтобы не перекидывать, не перекладывать всю магистраль. От коллектора до радиатора прокинул трубу. И сейчас занимаюсь укладкой. Друзья, для меня это отдельный вид удовольствия, потому что это, во-первых, очень просто. Смотрите, насколько просто укладывается в штрабу труба. Во-вторых, это очень красиво. Сразу видно, вообще клево это все смотрится, как такая электросхема. Да, это зальется бетоном, но сейчас это смотрится красиво. И работа делать это очень приятно. Уже практически все трубы у меня к коллектору подведены. И чтобы трубы у меня все смотрели вертикально и были на одном и том же расстоянии относительно друг друга, некоторые делают здесь, такие наваривают из уголка, чтобы трубы прижимались, потом заливают стяжкой. Я же хочу использовать вот такие вот крепления. Она вот такая вот штучка с замочком. Шаг у меня между вентилями по 5 см. Соответственно, с таким же шагом я сейчас прикручу и вот эти вот штучки. Стоят они какие-то совсем небольшие деньги, по-моему, по 3 рубля за штучку. Так что это совсем недорого. Чтобы не полагаться на глаз, буду полагаться на лазерный уровень. Первый по уровню. Выставил по центру вентилей. Прикручиваю первый. Потом шагом 5 см. Кручу все остальные. Вот и клипсы застегиваются. Единственное, что у меня немаловатые. В магазине просто большего размера не было. Это 20-ый. Можно взять смело, мне кажется, 25-ый. Будет вообще отлично. А к этой трубе я буду пристегивать вот здесь вот. Сейчас также вам покажу. На стяжке буду пристегивать сюда обратку. Когда обратка подключится, то она призмется к подаче. И все это должно выглядеть очень даже опрятно. В этом видео я вам очень хотел показать, как я все радиаторы подключу к коллектору. Как я соберу коллектор. Как я его обвяжу. Но, к сожалению, моим планом здесь сейчас не суждено сбыться. Потому что и все ко мне, к сожалению, приехало с интернет-магазинов. Самое главное, что я сделал, я повесил насос. Насос повесил пока только тестово. Все габаритные размеры сохранятся. Но здесь, допустим, вместо тройника будет снова линкран. Тройник перейдет вниз. В общем, все будет по-другому. Но этот насос останется на этом же уровне, как он и висит. И он будет висеть, как я и хотел, наравне с тем. И все у меня будет гармонично, симметрично. Плюс, я долго ломал голову над проблемой вводной трубы. То есть, как я буду подключать трубу водоснабжения к металлопластику. Как это все дело обвязывать. Решил эту проблему. И тоже, надеюсь, вам в следующем видео покажу. А для того, чтобы не пропустить это следующее видео, обязательно поставьте колокольчик, подпишитесь на канал, напишите комментарии этому видео и поделитесь этим видео с друзьями. Тем самым, вы очень сильно поможете развитию канала. Спасибо всем, друзья, кто досмотрел это видео до конца. Всем спасибо, кто поставил этот лайк. Увидимся в новых видео. Всем пока.